Белокопытник гигантский. Шмель в боксе сам питается кашей. Сидит как на табуретке за столом. В этом году очень поздний выход Восьмий. Я не знаю с чем это связано, но Восьмия выходит практически на месяц. На месяц позже обычного. Возможно сильными морозами, но я не думаю что сильные морозы влияют зимой. Зимой Восьмия не развивается, она лежит уже в коконе, полностью сформированной и ждет весеннего потепления. Я не думаю что сильные морозы и зимние могут влиять на выход Восьмия весной. Самцы уже летают в поисках самок. А самочек еще нет. Некоторые Восьмия уже кормятся на гусином луке. Но это не рыжебрюхые, а Восьмия это Восьмия поменьше. А вот прилетел самец Восьмия рыжей. В поисках самок шныряют где бы подкрепиться, а самки еще не спешат выходить из своих зимних квартир. Самцы уже активны, но самок пока не видно. Самки есть только других Восьмия, совсем не тех которых у меня есть куча коконовых. И так самый поздний выход Восьмии за все время наблюдений 22 апреля, а самцы только-только начинают массово выходить из коконов. Уже отцветает ряст, отцвели полностью пролиски. Ряст тоже уже остался местами и немного. А Восьмия только-только начался массовый выход и то самцов. Самцы Восьмии везде, везде они еще в полусонном состоянии, они в ведрах, на ведрах, под ведрами, в траве. Массовый вылуп, самцовой от уже появляются и самочки, ползут на выход еще не отогревшиеся молодые пчелки. Конец апреля месяца. Я такого не ожидал, я постоянно переживал, чтобы они в феврале не начали выходить. Ну а сейчас вот такая коллизия с погодой. Погода не конца апреля, а начало марта. Сегодня, наверное, единственный теплый день за неделю. Это та пчелка, которая сидела, была в помещении. Здесь уже можно наблюдать и самочек. Та пчела, которая находилась постоянно на улице, здесь, наверное, с темпами выхода еще хуже все. Да, здесь все еще печальнее и медленнее. Восьмия выводится очень не спеша. Как будто чувствует, что еще до весны очень долго, хотя на носу май. Интересный год по всем параметрам. Ну что, будем наблюдать. Всем спасибо за внимание и терпение.